Глядя на эту хрупкую девушку, никак не подумаешь, что она владеет боевыми приемами. Олеся Пучкова 7 лет занималась русскими народными танцами, затем баскетболом, настольным теннисом, плаванием. Пока случайно не попала в секцию, где обучали боевому искусству. Девочка вот со мной ходит, Алена, она ходила, она начала ходить раньше меня и позвала меня к собой. У меня на тот момент еще только рука выздоровела, я сломала руку, очень боялась, сначала вообще не хотела идти. Она уговорила. Олеся решила поддержать подругу и так увлеклась сама, что уже второй год посещает тренировки регулярно. Девушки у нас активно занимаются этим видом спорта. Он очень легок в плане того, что не требует очень сильной специальной подготовки. Здесь идет много оздоровительной гимнастики, что-то похожее на йогу, где идет пластичность, колонетика, растяжка упражнений. Олеся обладает хорошей пластичностью, у нее повышенная гибкость, она закидывает ноги за голову. То есть делает такие вещи, которые простой рядовой спортсмен не сделает. Широкое распространение грэплинг получил 17 лет назад. Олеся младше своего боевого увлечения на три года. Но дело не в возрасте. Уже на первых соревнованиях девушка выиграла серебряную медаль. А за полтора года ее достижений исчисляются 15-ю наградами во всероссийских и международных соревнованиях. Грэплинг называют умным видом спорта. Большую роль в нем играет не столько сила, сколько владение разными приемами, отточенная техника. Вероятно, поэтому Олеся не боится бороться с крепкими соперниками. На соревнованиях, даже на тренировке я всегда борюсь с мальчиками. Были первые соревнования, я боролась с мальчиками. Даже три мальчика я точно помню. Вот двух я выиграла, а одному проиграла. Олеся считает себя стеснительной девушкой, но когда начинается поединок, забывает обо всем. Она сосредоточена только на схватке. Продумать одну стратегию и строго исследовать в этом виде спорта невозможно, говорит спортсменка. Многое зависит от поведения соперника, поэтому часто решения приходится принимать прямо во время поединка. У меня стиль борьбы больше защита. На меня нападают, я защищаюсь, а потом, когда мы переходим в партер, тогда уже и я начинаю как-то нападать, начинаю уже действовать. Как правило, схватка длится всего 3-4 минуты, но именно они и решают исход. Поэтому, чтобы побеждать, тренируются спортсмены ежедневно по полтора часа. Перед серьезными соревнованиями первенством мира Олеся приходила в зал даже по два раза в день. Тренировалась утром и вечером. В августе в Москву на соревнования съехалось более 200 спортсменов из 10 стран. Одна соперница, я ее знаю, я с ней боролась на Россию. Я ей проиграла на Россию, заняла второе место. Она с Иркутска, крепкая девочка. Мы же боролись два дня, то есть грэплинг и грэплинг-ги. Вот грэплинг-ги в первый день я ей опять проиграла. Но сдаваться Олеся не привыкла, поэтому на следующий день собралась с силами и победила соперницу. Самоучастие в первенстве мира для девушки – большое событие. Она даже не ожидала, что вернется в Курск с золотой медалью. А теперь Олеся заслужила путевку в Чикаго, в США, в 2016 год. Если она останется в том же весе, то имеет право там участвовать. Олеся настроена ехать, покорять спортивный пьедестал в США. А в ближайших планах – всероссийские юношеские игры боевых искусств. Они пройдут в Анапе в середине сентября. Олесе нужны только победы.